Ребят, всем привет! Хотел поделиться с вами выводами, которые я сделал после выпуска уже второй части этого видеоматериала с самообороной. Было очень много ваших комментариев. Я старался читать, не успеваю сейчас читать, не получается, я впритык все. Да и монтаж видео у меня толком не получается сделать вовремя, быстро. Хотел все выпустить однозначно за один раз, не получалось, потому что была койка работа, а я еще расскажу об этом. Значит, хотел поделиться с вами то, что я, какие выводы я сделал. Значит, смотрите, 18-я минута, я перехожу на «ты», да, это показатель того, что я на грани. Ну реально, на «ты» реально переходить нельзя. Раз ты уже представляешь себя там журналистом, то общайся на «вы» всегда и соблюдай такт. То есть на «ты» переходить однозначно нет. Смотрите, на 23-й секунде я терплю и держусь, уже так видно, что стиснут зубы. На 1 минута 12 секунд выдавливаю из себя спокойный тон, ну пытаюсь, но выдавливаю из себя. Это как я переживал эти моменты, знаете, вот нахождение, просто хочу поделиться с вами. На 1.18 я не выдерживаю опять и начинается у меня, ну такое, язвинки, неприятность. На 1.35 я полностью без контроля, потому как слабак, засал, все. Это уже однозначно, я пытаюсь как-то реабилитироваться в этой ситуации и хоть чуть-чуть ему сделать такой маленький урончик. Ну такой, язвинку такую запускаю, хотя нельзя этого делать ни при каком раскладе. И потом получается, вторая минута полностью беру себя в руки, однозначно я просмотрел, уже собрался, уже настроился, понял, что Виталий спокойно. Таких моментов у меня было очень много и не стоит закипать из-за такого дурочка. Теперь по поводу комментариев, да, там были частые комментарии о том, что Виталия надо было вломить ему. Вломить ему не надо было однозначно. Ребята, вломить человеку это априори никак. Так, использовать силу, я считаю, нужно только в целях защиты себя, своей семьи. То есть, когда к тебе уже применяют физическую силу, хотят нанести тебе какие-то уроны, какие-то удары, то есть только после этого. Как бы там ни было, если ты в человеке, с человеком словесной перепалки, и он там просто угрожает тебя, там убить тебя, твою семью, детей, там угрожает, там что угодно. Это все слова. За это нельзя бить, первому наносить удар. Однозначно, кто первый нанес удар, тот и виноват. Однозначно, я хочу, призываю к этому, не вздумайте никогда бить человека первое. Только защищайтесь, только защищайтесь. А если вас пытается старик ударить или еще что-то, то лучше убежать, чтобы не убить его. Ну, в общем, так. Значит, однозначно поударить нет никак. Только защита. И, понимаете, драка, ну, проявлять в тот момент какое-то физическое преосходство свое, это проявление слабости. Вы же от меня ждете того, чтобы я разрулил все красиво и объяснил человеку, показал вам, насколько они неадекватны. Он только этого и ждал, чтобы я вступил в драку, понимаете. Они все ждали, чтобы я проявил свою агрессию какую-то. Ну, я держался. Реально, мне было тяжело, я отвечу, клянусь, мне было тяжело. Я с первых секунд, я вам назвал на каких, я там кипел просто, но держался. По поводу обид, да, я ни на кого не обижаюсь, мне все равно на этого человека, мне плевать. Как можно на дурачка обижаться, да, если там, ну, однозначно быть разумным человеком, но на дурачков не обижаются. Если он неадекват, зачем? Обижаться можно на человека, который достоин чего-то, которого ты уважал, а впоследствии человек, там, подсунул тебе свинью какую-то, там, или сказал плохие слова на тебя, вот тогда можно обижаться. А как можно обижаться на неадекват? Однозначно нет. Нет, обид никаких, однозначно. Так, хочу еще рассказать про самооборону. Смотрите, все помнят, да, киевский случай, три сотрудника ГАИ расстреляли с автомата. Вот так я вам скажу, по моим данным, это все произошло. Пшенка, по-моему, или Захарченко, может, даже Янукович, охрана перевозила ценные вещи. И, насколько я знаю, насколько мне донесли эту ситуацию. И сотрудники милиции пытались задержать, их расстреляли. Там был опять человек самообороны, они забежали в пост и под столом валялись вот так вот, закрывшие голову. Ну, понятно, да, самооборона. Для чего? Я считаю, самооборона хотя бы, ну, нужна для того, чтобы не брали взятки они на посту. Хотя бы для того, ну, уже хотя бы для этого, понимаете? Ну, опять же, мне уже позвонили после этих видеоматериалов, сказали, что сразу взятки никто не брал. А потом они начали делиться. Ну, понимаете, человеческий фактор, да? Ну, это мне сказали, я не утверждаю, фактов никаких нет, однозначно. Так. Значит, что еще хотел сказать? Был момент, да, когда он мне сказал, отойдем. Ну, да, ну, говорит, ну, идем, отойдем. Он же говорит, тут камера, говорит, я тебя сейчас, говорит, ушатаю здесь. Идем, отойдем там. Ну, я, идем, господи. Ну, я был готов. Думаю, раз отойдем, я думаю, ну, первый кинется, думаю, сложу руки, завалю лицом в асфальт или в траву, где-то независимо будем. Ударов постараюсь не делать никакие физически, только защищаться. Ну, думаю, там камера отлетит где-то, где-то что-то как-то, ну, как-то, как-то будет, знаешь. Готов был полностью, все было под контролем, однозначно. Вот такие мои действия были бы, если бы он напал, то есть я бы только защищался. По поводу там одного героя в очках, я вам скажу, ну, что сказать. Однозначно бы с ним даже и защищаться очень опасно было, потому что, сам понимаешь, да, человек очень-очень такой, ну, страшно даже защищаться. В отмашке можно просто его убить и сесть. Нельзя не допустить себе даже пощечину дать такому человеку. То есть поэтому надо себя настраивать на вежливый разговор. Пусть он, даже если он кидается, просто его как-то или в сторону, или поймать за руки, ни в коем случае не бить. Бить можно прибить, однозначно. Каждому не советую никого бить, ни при каком раскладе. Еще раз подтверждаю свои слова. Значит, что еще? По поводу того, что я делаю в видео несколько частей нарезок. Смотрите, ребята, могу рассказать распорядок дня. По поводу, вот, сделал я это видео, три часа я на посту был, три часа. Мы отсняли на две камеры около 60 гиг, 50 или 60, не помню. Я все быстро скинул, сделал анонс. Все, у меня времени нет, у меня появилась другая работа, я побежал туда-туда. Но в анонсе я пообещал сделать на 8, да, правильно, на 8 вечера. Целый день я был занят, я в 6 освободился. Быстро там летел просто домой, чтобы сделать, отмонтировал. Реально понимаю, что, ну, не успеваю отмонтировать всю часть. Отмонтировал часть, выпускаю первую часть. И думал, что отмонтирую еще и вторую, и выпущу вторую на следующий день. То есть в этот же день. Но уже вижу, что не успеваю. Я к трем часам только закончил монтаж, запустил загружаться. И сделал выпуск на 7 утра, по-моему, сегодня. Или во сколько там оно загрузилось, не знаю. Я поставил на загрузку и пошел спать. И после этого в спортзал. Поэтому, честно говоря, не вините то, что я там пытаюсь заработать бабки, там, или резы на части. Бывает такое, если вы знаете, что я за один раз приезжал и по 5, по 6 видео выпускал, потому что у меня было время. Сейчас я, честно, перед вами говорю, что с этим не связано, с какой-то коммерцией по поводу того. Мне без разницы. Так, в заключение хочу сказать, что таких гопников не стоит пускать в службе ГАИ. Ну, честно, ну, неприятно. Ну, надо какую-то. Я обещаю вам, что я сегодня не успею. Завтра поеду на пост с Ладиком и отсниму материал, что все-таки, может, все-таки изменилось, какие-то изменения. Я приду к руководителю ГАИ, обязательно тоже сделаю видео о том, что пусть даст комментарий по этому поводу, пусть расскажет, что это такое. Они отобьют кому-то голову и на кого это ответственность держит, разве это нормально, а как они кидаются. Дед тот какой-то неадекватный пришел. Просто, жутко, говорит, колеса попробиваю, вывезу. Ну, видели, да, все. Что еще хочу сказать. Ну, хочу пожелать терпения, ребята, удачи всем. Я думаю, что все будет нормально, все разрулится. Таких быдлобыков валом и заморачиваться на них там не стоит просто. Всем пока. Спасибо, что вы слышали. Ну, так вот.